Из недалекого Дегтярска прилетела очередная шокирующая весть о том, что якобы Хисамовы, депутат Муниципальной Думы Илья и его брат Даниил, на Медне ворвались на ферму Алексея Блинова, мужа еще одного дегтярского парламентария Светланы Блиновой, с намерением поколотить фермера. Якобы они даже стреляли в воздух. Но за Блинова, жарившего шашлыки на дружеской пирушке, заступился его приятель Алексей Капишев. Из-за этого ему прилетело в лоб. Сам Капишев в комментариях агентства УРАРУ утверждал, что Илья Хисамов якобы растек ему лоб рукояткой ножа, и рану позже пришлось зашибать. Братья Хисамовы были трезвые, уточнил товарищ с раной. Он вместе с другом-фермером чуть позже написали заявление в местную полицию и не только. Как уточнил в комментариях СМИ руководитель пресс-службы ГУМВД Валерий Горелых, по факту конфликта участковые Дегтярска проводят проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы выяснить тяжесть травмы. По ее итогам, возможно, будет возбуждено уголовное дело по 115 статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Как уточнил в комментариях Валерий Горелых, ножевых ранений ни у кого из участников конфликта нет. Правда, у одного из потерпевших по имени Алексей 1980 года рождения травма на лбу, причиненная рукояткой колюще-режущего предмета. Рано серьезное ее пришлось зашивать. Спикер Дегтярской думы, мать депутата Хисамова, Ольга Хисамова, как утверждает агентство УРА.РУ, от комментариев воздержалась, но сообщила, что все это, дескать, неправда. А между тем, по данным еще одного информагентства, у депутата Ильи Хисамова якобы есть нож, и он им в конце прошлого года в кафе угрожал директору Дегтярского литейно-механического завода Николаю Пинаеву за то, что тот отравляет экологию, вредит людям, и лично у него депутата Ильи Хисамова, как утверждал сам Пинаев, в последние месяца два болит горло. Впрочем, директор Пинаев, по слухам, тоже в долгу не остался и выхватил травмат, а потом написал заявление в полицию об угрозе в свой адрес. Впервые Илья Хисамов уже в быт на свою депутата муниципальной думы, правда, прошлого пятого созыва, в 2012-м засветился во время дорожных разборок на мосту в Первоуральске. Съемки с мобилы попали тогда в сеть. Кто-то на кадрах узнал Хисамова-младшего. Более того, злые языки утверждали, что якобы Хисамов в тех разборках ударил беременную женщину в живот. Хисамов все эти обвинения отклонил, как досужие наветы. Надо сказать, что власть в Дегтярске давно уже раскололась на экологии, особенно после смены градоначальника. Представительная ветка власти не единожды мэру двойку выставляла за руководство городом. Чиновники в ответ упрекали думскую оппозицию в экологическом волюнтаризме. То есть даже когда муж депутата местной думы приглашает друзей на свою ферму на шашлыки, все это может иметь примитивно-муниципально-политический подтекст. Иногда нашим экспертам кажется, что Дегтярск вообще похож на осколок Украинской Рады, у которой евроболты в одном месте срывает.